Есть вещи, которые поражают, есть вещи, которые удивляют. А есть неоспоримые факты. Так вот, неоспоримый факт по деятельности фирмы «Автостекло» у Альберта. Это крупнейшее подразделение в городе, которое занимается автомобильным стеклом. Потому как вот за моей спиной, в правой части, в свежей поставке, 4 ящика весом по 500 кг каждый, только что, с Новосибирска, на любые машины японского производства. Сроки доставки – это тоже поразительное. Это всего лишь одни сутки на большинство автомобилей, конечно же. Кто-то может попробовать привезти, но ни у кого не получается. Кто-то может попробовать сделать и подешевле, но не факт, что будет качественней. Потому как «Автостекло» у Альберта работает только с гарантированными качественными поставщиками. Как то. Борское автомобильное стекло сейчас подразделение японской корпорации. Ну, сами подумайте, если японцы предлагают нам свои технологии, реализовывают, какое качество. И кроме всего прочего, мы вот недавно были в Юго-Восточной Азии. Да, действительность поражает. Как там люди работают, как они умеют это все делать. И даже китайские стекла сейчас ставятся на большинство европейских автомобилей, ну и на американские в том числе. Тех, кому сейчас за 30 в детстве учили. Скромность украшает человека. Чему сейчас учат не зная, но в бизнесе быть скромным – значит потерять инициативу и доход. А конкуренты не дремлют. И представьте себе, каково выживать в автомобильном бизнесе, ставя для себя цель быть и первым, и самодостаточным. Если в автотелебизнесе автостопу конкурировать приходится с конторами, имеющими либо бюджет, либо спонсорские, либо шальные деньги, то автостекло у Альберта развивает исключительно свои авторские подходы. Это максимальная оперативность и решение, казалось бы, нерешаемых ранее задач в кратчайшие сроки. И автостопу здесь не медом помазанное место. Просто мы едины духом и целями. И каждый по-своему обскакиваем конкурентов на поворотах и на прямых участках. И по праву гордимся. А теперь автостоп уйдет в сторону потрясающими объемами, опытом и скоростью выполнения работ. Да, и не забудем про честность и открытость. Все цены реальные. И вам не запуливают что-либо и абы как. И материалы для работ берут проверенные. Ну и, разумеется, вопрос гарантии на выполнение работы. Итак, автомобильное стекло, визуально занимающее до 30% внешнего вида автомобиля, даже в случае полного вандального разрушения, заменяется легко. А главное, недорого и быстро. Конечно, не все так безоблачно. Конечно, бывают редкие проблемные автомобили. Но в большинстве случаев, и акцентируя внимание владельцев иномарок, замена лобового стекла – это уже не проблема сроков, цены и места установки. Итак, сроки минимальные, цена доступная. И место – павильон автостеклового Альберта. Учиться, как говорится, никогда не поздно. Этот автостекловый Альберта, научившись, делает правильные выводы. Можно было бы, конечно, привозить дешевые автомобильные стекла и заряжать за них большую цену. Но зачем? Когда можно взять объемом. Объемом и качеством выполнения работы. Ну а где качество, там и гарантия. И даже если что-то случилось, гарантийный срок, и вам все исправят. Теперь о том, о чем мне бы хотелось сказать, и чего мы не умеем делать. Ну это уж из опыта работы. Павильон автостеклового Альберта в Белорецке, между прочим. Там вот жители Башкирии деньги тысячи считать умеют. И не просто покупают новые блокфары. Зачем? Можно же гораздо дешевле просто на отечественную машину вытащить стекло, разбитое, и поставить новое. Лишние 400-500 рублей. Вот этого мы пока не научились делать. Ну, не есть показатель. Но главное, чего мы научились, это доверять. Доверять людям, которые профессионально подходят к своему делу. Которые работают. Ну, на телевидении, допустим. И, конечно, вот здесь, в павильоне автостеклового Альберта. Что на пересечении улицы Комсомольской и Санкт-Петербург.